Добрый вечер, друзья! Мы снова вместе. Значит, я постараюсь быть предельно вежлив, предельно аккуратен в выражениях, только потому, что я на своём поле. Все, кто сейчас меня слышит, это мои гости. Закон госепринцип для меня святое. Знаете, за всю свою жизнь не было ни одного случая, чтобы я не накормил даже случайного человека, вроде электрика или сантехника. Это мой принцип. Поэтому не удивляйтесь, что тон меняю именно для особых почётных гостей. Нас учёные часто балуют. Значит, вот с этого всё началось, да? И в то же время дамы, которые меня оппонировали, они утверждали, что они меня не изучают. Но тогда они откуда чушь, непонятно. Я решил не расстраиваться, просто, видимо, это... Ну, кто-то им это внушил. Так бывает. Вот. Ну и смотрите. Где-то я буду опираться на мнение Курдюма Николая Ивановича, потому что сейчас я буду заочно, ну, то есть, как называется, виртуально беседовать с Ольгой Исаковой и Натальей Медведевой. Вот. А есть такой человек, он как бы стоит между нами. Он как бы, вот если есть баррикада, пусть она временная, надеюсь, её не будет, мы её разломаем. А человек, который стоит ровно между нами. И вы его уважаете. Он выпускник. Знаменитый Курдюма, он выпускник вашей темерезовки. И я его уважаю. Вот. И ещё, наверное, в следующий раз я расскажу, как он приезжал ко мне неделю боёв. Заживает раны, не заживает. Заживает, не заживает. Сотни этих самых. Настоящие ночи сегодня сотни деревьев было обследовано. Вот. И надеюсь, что, по крайней мере, среди темерезов у меня тоже есть, получается, авторитеты, которые, ну, книга написана, 10 тысяч экземпляров, вот там два автора. Курдюма в релизу. Это что-то стоит. Вот. И тогда получается, что чушь несёт не только я, но и Курдюма. Наверное, что вы так не думаете. Смотрите. Мы будем брать широко. Почему? Для меня это стимул. Вот. Многое об саду опирается на биополе дерева, на биополе почвы. Это особенно важно. Да? Вот. А для меня это настолько я. Потом будем. Это я как бы небольшая прям была. Вот. Я беру эту, чёртову, извините, Википедию, которой все поклоняются. Для меня это во многих случаях как бы мусор на яму, куда всё сваливают. Посмотрите внимательно. Мы будем опираться на этом. Я буду... Так, Ольга Исакова, я с вами беседую. Так, потому что вы задали вопросы, значит, выйдем на месте. Ну, то есть здесь. Или потом запись увидите. Это не имеет принципиального значения. Вот. А Наталья Медведева сказала, не смотрела и смотреть не буду. Но дело в том, друзья, что я немного в женщинах разбираюсь. А ещё я разбираюсь в их характерах как. Когда-то первая наша женщина Ева, самая первая женщина в земле, проимела... В общем, любопытство её привело к тому, что мы сейчас с вами беседуем. Это было и любопытство. Поэтому я не верю, что Наталья Медведева сказала, что я смотреть не буду. Вот. И не будет смотреть. Можно слушать даже, а не смотреть. Но лучше смотреть. Фотографии у меня... Это мои доказательства, мои аргументы. Итак, я на всякий случай буду обращаться к обоим сейчас. Так. А остальное... Дело в том, что все те люди, несколько тысяч человек, которые уже давно называют себя учениками железа, и сотен из них растут абрикосы, где угодно, от Калининграда до Сахалина. Те же абрикосы почему-то чаще... Ну, действительно капризная культура. Вот. Это если калечить. А если не калечить, то посадил растёт, ещё потом не вырубишь. Вот. А мне надо в этом убедить всех. Но большую роль играет биополе. Десять саженцев посадил, один мёртвый. А понятия не имеют. А они все одинаковые. Допустим, даже и так скажу. Представим себе, что это один и тот же саженец, который каким-то чудом получился десять копий. Абсолютно. Вплоть до последнего гена. Тут посадишь мощное дерево, тут посадишь кое-как, а тут мёртвое. И в то же время, понимаете, я беру широко, мы с вами общаемся 126-й раз. И это не всё ещё. Книги, фильмы, всё это есть. Смотрите, вот биополе, псевдонаучная концепция, якобы существует, ну то есть как бы это якобы совокупность тонких полей, генерирующих живыми организмами либо их органами. Вот это и есть то самое. Она настолько псевдонаучна, что она не изучается. Только мы биолокадрически можем померить человека. Мы можем с помощью этой самой маятника установить, где больной орган. Причём даже с закрытыми глазами можем. Это наша сфера деятельности. Но мы псевдонаучные. И получается, что это надо изучать. А я сейчас надо, чтобы где-то кто-то когда-то брал. И вот сейчас же конспект пункт первый. Так, значит, влияние биополя на человека, на почву, на растения. Вот. Пункт второй. Значит, создать специально тонкие, чтобы заменить эти рамки и лазу. Тонкие приборы, пункт третий и так далее. Пункт четвёртый. Внедрить в эту, уже в ту же темирязь, в которую она должна быть лидером. То есть там должен появиться человек, который этому придаст какое-то значение. А вы же говорите, что я кандидат науку, у меня шикарный вариант. Кому мне ещё обращаться-то? Вы же видели эти, на всю страну осмеяли, на весь мир. Огромный, чезал, и все спят. А там, видно, полиция, мимо от 70 до 80, до 90. Кому мне ещё обращаться? Ну, так, ладно, ага. Ну, будем надеяться, что Наталья меня всё-таки, Медведева тоже слушает. А Ольга, я не ухожу от тех пяти вопросов. Поехали дальше. Вот. Я даже не буду вам напоминать, что вы меня оскорбили, что я не сучу, потому что мне 70 лет. Вот. У меня достаточно, как сказать, авторитет, чтобы меня вот так вот обживали. Но ничего. Вот. Смотрите дальше. Мы… Один из ваших вопросов касался прививок. Ой, не привок, а обрезок, да? Я показал вот эту фотографию. Вот. Эта фотография по уничтожению деревьев. Я хотел быть таким ласковым, таким нежным, мягким, пушистым. Но я констатирую факт. Если вот раз, два, три, четыре, пять всё это делать, это сильное количество дерева, и после этого начинается так. Если выжило, то благодаря химикатам, а потом всё это попадает в плоды и в почву, в почву потом в плоды, уничтожается всё. Вот. А как иначе-то? Ведь больное дерево, его есть понятие здоровый, человек здоровый. Вот. Он здоровый. Иммунитет упал, тогда он переходит в категорию больных. Вот. Так и дерево точно. Потерял иммунитет, на него так набрасываются. Вот. А я вам потом покажу сотни фотографий, где и… Вот. И можно и богом клясться, и на свидетелей. Представляете? Вообще, вот всё, чего пугается, то, ради чего идёт борьба, нету этого в саду. Вообще нету. И свидетели, и всё, и это самое. И приглашал тут всех изучать. Смотрите дальше. Вот. Я буду в течение нескольких вебинаров, за один не справлюсь. Вы сказали, что я это самое? Сам режу других, хочу не резать. Вот. Вот все вот эти веточки, вот этот вот самое, это постепенно мы всё разжуём. Пока это… Я надеюсь, когда-то вот это из вашего сайта Тимиряевской академики просто исчезнет. Надеюсь. Вот тогда это будет, когда она исчезнет, значит, всё-таки я не зря на свете живу. Значит, смотрите сюда. Значит, Наталья, вы занимались люпином, да? Вот. А каким-то образом вы отрицаете Мичурина, мне вот это непонятно. Но я сейчас не буду на этом акцент делать. Вот. Я просто задал вопрос, ответа-то нет. Вы же как? Раз, это лженаука. А где написано, что это лженаука? Мне надо знать автора. Я этого не узнал. Я тогда пошёл по-другому. Я создаю новую серию фильмов. Сегодня снял деревню фильм. Вот. вечером за компьютером стал фильм. Идём дальше. Дело в том, что самое страшное, я сейчас как бы сам канваж, чем мы должны с вами заниматься, потому что, когда вы это узнаете, вы же как? Есть вещи, которые считаются настолько привычными, что ни у кого в голову не придёт, что на самом-то деле всё, ну, не так. То, что можно быть красной дипломницей, а на самом-то деле посадить дерево, вырастить его, ну, как-то не получается. А ещё страшнее то, что многие из вас переходят в науку и занимаются чем? Вот это вот, у меня есть целый фильм посвящённый, тогда был ещё даже медведев у нас этим самым, я ещё говорю, да стучу, ахерели, а, я же обещал быть это без выражений, да, вот, смотрят, как грибы уничтожают лес, им кажется, что они уничтожают, они не понимают, что это лес гибнет, а грибы его перерабатывают, это их работа, их надо уважать за это, а генетическая война, они не знают, что гриб, он, это одно единый организм по всей планете, я не знаю, есть он, это в Антарктиде, вот, чего не знаю, этого не знаю, там где-то подо льдом, может, тоже есть, вот, дремлет, а вообще, это все единый организм, стоит только начать, если грибы исчезнут, так, сгниет вся планета, причем это будет гнение, продержимся мы люди полгода-год, потому что потом урожая не будет, мы все умрем с голоду, вот, а они этого не знают, а об этом было официально объявлено, а я снял фильм, и никакой реакции нету, а если они дальше продолжают, начнут-то с Красная Скоро, закончат это все, где-нибудь это самое, ну, хорошо, где-то на острове, может, повезет, на каком-то острове, может быть, не затронет, и там еще люди будут бегать, у костра плясать, и бубен бить, потому что ни один остров отдельно от цивилизации стоять не может, вот это страшно, и еще, как навсегда полностью уничтожить муравьиную семью на даче, есть задача простая, муравьиную семью, они не знают, что ее нельзя уничтожать, ее надо обеспечить так, чтобы они были в безопасности и делали свою работу, это не зря же этих самых, знаете, когда те же феи, вот их я никогда не пощажу, я их ненавижу, они взяли за то, что ничего не понимают, это тоже, даже странно, это как ребенок со спичками, вот тут поджог, уничтожил лес, там поджог, уничтожил сад, это дети со спичками, самые настоящие дети, их нельзя, правда, ненавидеть, потому что они не виноваты, вот, они, значит, все делается наоборот, максимальная безопасность муравьям, муравейникам, так, вот, и тогда сад процветает, а все, что придумано за муравьев, клюв разносит, это такая, ну, опять же, нельзя грубое слово применять, вот, я просто хочу вас конвух, чем мы с вами будем заниматься, ведь понимаете, завтра вы можете это уже кричать, не кричать, а на всяких, у вас же есть свои съезды, конференции, всякие есть, и вдруг кто-то из вас, ну, скорее всего, Ольга, она, по крайней мере, любознательность, это любознательность, любознательность качества для учёного, вот, она может сказать, караул, мы ошибались, вот, можете меня уволить, но мы с этого момента должны начать кампанию по защите муравьёв в садах, и в целом, ведь где-то кто-то, ведь настолько ненависть внушена муравьям, что однажды изобретут генетическое оружие, а вы знаете, что, кто изучал муравейники, это означает, что все муравейники связаны между собой, может, где-то на острове, на каком-нибудь, за тысячу километров, на Новской Пасхе, там тоже есть муравьи, но они как бы отдельная колония, а так-то они все между собой, ведь они, когда начинается, я уже, извините за такие подробности, может, вам это не интересно, но я хочу, а вдруг, а вдруг мне повезло, а вдруг вот это, Бог сказал, давайте сцепитесь там, на страницах там, тумановской этой, чтобы вот это всё разобрать, вот, что, как начинаются муравьи, отращивая крылья, и вся толпа разлетается на всю округу, а если вы заразите, она покрывает всё, а рядом муравейники, ещё десятки, сотни муравейников, и всё это, это идёт, они же хищники, у каждого должен быть свой бег охоты, они, хотя я их обождествляю, как разумное существо, но они больше похожи на более примитивные племена, чем мы, ну, например, как те монголы, которым пофигу, значит, город разграбили, да ещё на всякий случай сожгли, вот, так и тут, муравьи разлетаются, стоит только заразить одного, а если это пойдёт дальше, как только погибнут муравьи, мы продержимся, у нас будет уничтожено вредителями, вредителями, заметьте, не муравьями, а настоящими вредителями, будет уничтожено, ну, запасу пищи сколько хватит, там, есть государственные, я уверен, недавно разворованы, нет ничего там в этих хранилищах, вот, то есть год-два, и мы полностью выберем, а если ненавидеть муравьё, значит, кто-то из вас, кто-то из вас, я потом покажу, как Терен Сан Савинич училась в Новосибирске, какие тонкие приборы, как там это, это всё покажу, боже, я не могу за всё сразу, вы понимаете, что не дай Бог одного муравья заразить болезнью, как раз, одного, поэтому, вот, допустим, они там ползают, и не подходить, не брать её не под эту самую, потому что любопытство в данном случае сгубит всю планету, я от них шутки шучу, я вам сейчас заранее скажу, знаете, хотел попозже, я на молодых, а молодые, они паперсники, я их так называю, мужчин, а паперсники, у них половые органы не развиваются до конца, они остаются мальчишками на всю жизнь, неполноценные отцы, брошенные дети, всё это есть, да, вот, а я пробовал узнать их уровень, я им задаю одну и ту же анекдот, и жду, когда они засмеются, или просто говорю, вы можете это понять, и так, каждые 50 тысячи лет учёные запускают андронный коллайдер, ну вы-то поняли же, да, каждые 50 тысячи лет учёные запускают андронный коллайдер, так вот, вот этот муравей, которого надо навсегда уничтожить, это не я написал, это написал дурак, понимаете, навсегда и полностью на даче, только если представим себе крайний случай, он не может уничтожить, потому что они безнесущие, так же, вот, придут на место этих, придут другие, потому что муравей не хватает охотничьих угодий, проще говоря, густениц, мужуков на всех не хватает, если бы уничтожили, сад ещё не успел погибнуть, это надо, чтобы у соседей всё на километры, там, допустим, где-нибудь туз, там, вот, всё, тогда сад действительно погибнет и очень быстро, а так, знаете, на двух сутках, ну, получилось, вот, совет же даёт, кто-то же тут будет сейчас учить, как ядом их, тут же, ядом, если какое-то действие, дожди, прошли, они ушли в почву, тут же прибегут соседи, ура, освободилось, а это, угодья охотничьих, вот это вот, есть наша жизнь, вот, ой, ладно, а вот, мой анекдот, я ещё, знаете как, никто не знает, что цепочку питания дерева, знаете, показывал, рассказывал вам, эти феи, которые, ну, так по недосмотру называют феями, они уничтожают огромный муравейник, который 70 лет, может 50, но не меньше, кормил дерево, представляете, он через себя пропустил тонны органики, муравейник, он был большой такой, ух, такой вот, такой вот, там десятки тысяч муравьёв, и каждого надо было накормить, и детей накормить, и родителей накормить, вот, и это всё куда девалось, это всё перерабатывалось грибами, муравейник крупный, по крайней мере крупный, они имеют грибные фабрики, настоящие грибные фабрики, так, а дальше мицелий, корни, когда они обеспечили, муравьи подчёркиваю, дерево обеспечили, едой, из дерева, по этим самым, которые, вот по этим, которые, это самое, вот, ну ладно, не буду, потому что я никогда не закончу, спускается глюкоза, вот, а это, расплата, это вроде наш, товар, деньги, товар, потому что в данном случае глюкоза выступает валютой, а здесь уничтожить навсегда, это только муравьи обеспечивают, а ведь там уже, представляете, вот, я сделал фотографии, потом, но не получается в один вебинар, вот, считайте, я на ваши вопросы отвечаю, вот, фактически, значит, большая, по 2-3 квадратных спец проплесса, ни одного листика, всё под землёй, это у меня, в другом месте по граблям, это самое, муравьи бы сдохли с голоду, муравьям больше нечего есть, ой, этим, червям больше нечего есть, кроме листьев, у меня лист почти уничтожен, там ещё есть проплессины, тут проплессины, это всё я вам покажу, вот, и вот такая цепочка, а тут, представляете, я себе вам сейчас показал, что такое настоящая обработка ядами, скафандр, баллон, туманная установка, это ужас, причём это всё на юге, у нас это ещё не так, у датчиков, то, что я увидел в профессиональном саду, я об этом успокоиться не мог, и мы это жрём, вот так, ну так вот анекдот, я надеюсь, всё это, а потом, друзья мои, дальше я буду спокойно говорить, я знаю, что хотел,